Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбола Т.Жизнь и это продолжение нашей рубрики РПЛ в Лиге Чемпионов. Сегодня у нас третий тур, матч Лацио против Зенита. Ну а перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что на моем канале вышел очередной выпуск правдив пенальти, поэтому обязательно перейдите по ссылочке в описании, поддержите этот ролик лайком, комментариями, будет очень приятно. И также, кто не знал, у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Кому интересно, игровые прохождения абсолютно разных игр на разные тематики, подписывайтесь на мой второй канал, мне будет очень приятно, давайте добьем там 30 подписчиков, буду рад каждому. Ну что же, третий тур, Лацио против Зенита. Я бы даже сейчас посмотрел на групповой этап. Мы идем сейчас на последнем месте, у нас вот эта вот злосчастная ничья против Баруси Дорнут, а Лацио на первом месте, они еще ни разу не проиграли, то есть у нас немножко схожая с ними статистика, только вот у нас есть одно поражение, а у Лацио есть одна победа. Так-то вроде равно все. Вот, но первая строчка играет против четвертой, надо обязательно сегодня, мне кажется, забивать, иначе действительно Зенит пройдет мимо плей-офф Лиги Чемпионов, как и в настоящее время. Так, что у нас по составу? Ну вот Ракицкий, как-то не очень я вижу, но так-так-так, мне бы тогда не Прохина, где мой Чистяков, он играл вроде Чистяков против Дортмундской Баруси. Так, ну а справа мне ничего не остается делать, как выпускать Сутармина, тоже почему бы и нет, и слева тогда у меня будет играть Мостовой. Вот, хоть у него тоже вот форма не очень, но у меня и нет вроде больше левых, хотя есть, но лучше пусть Мостовой будет. Как-то так, вот таким составом мы выходим, я даже, может быть, Ерохина попробую выпусить вместо Венделла, потому что в реальное время мой земляк Александр Ерохин забил Лацо в Лиге Чемпионов, тот единственный мяч, поэтому Лацо против Зенита, поехали. Итак, стадию Олимпика, Лацо принимает Санкт-Петербургский Зенит. Первая строчка играет против четвертой, причем нам именно с Лацо придется даже целых два выпуска отыграть подряд. Но посмотрим, как мы сегодня отыграем Лацо на нейтралитете, так начинает сегодняшний матч. Посмотрим, я не знаю, куда нам придется потом переключаться, либо в атаку, либо в защиту, но главное это первые минуты. Первые минуты игра должна нам что-нибудь показать. К сожалению, сегодня даже, ой, это опасно было, даже оборона у нас не на самом лучшем уровне, потому что играет Чистяков вместо Ракейского и играет Сутармин вместо Караваева, не основные игроки. Парни не в лучших были кондициях, поэтому рисковать именно обороной. Ой-ой-ой-ой-ой, какой сейчас угол мог забить? Это Чиро Имобили вроде пробивал. Сейчас мы с этой камерой, да, посмотрим. Да, ну, Лацо прям очень хорошо начинает эту игру. Да, друзья, снова у нас ничья, снова у нас ничья против серьезной команды. Лацо и Баруси Дортман именно с этими соперниками пока что играем только в ничью и проигрываем только Брюги. Вот такие дела. Первая половина нашей Лиги чемпионов за Зенит на групповой стадии закончена. Мы сейчас все так же, наверное, будем идти на четвертой строчке. Ходит лучший игрок Лацо в сегодняшнем матче. Но обидно, действительно. Как же отыграл Брюги? Баруси отыграли, кстати, в ничью. Поэтому вот такие вот у нас дела. Ситуация не критичная. 5-4-3-2. То есть одна победа над Лацо в следующем туре, и мы уже с ними сравняемся с первой строчкой. Там уже будет зависеть, как Баруси сыграет с Брюги. Поэтому ситуация не критична. Мы набираем хотя бы очки в матчах против серьезных соперников. Поэтому, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. А с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok